Привет, ребят! Сегодня я расскажу об игре, за которой я просто пропадал в детстве. Это Герой Меча и Магии 4. Познакомился я с этой серией давным-давно. Маман мне показала вторую часть, а затем и четвертую. Выпущенная игра была в 2002, через год ей исполнится 20, обалдеть! И вот, честно говоря, это самая моя любимая и, как я считаю, лучшая пошаговая стратегия. Но не я один сегодня буду рассказывать, ведь в сегодняшнем видео участвует композитор серии, музыкальный гений, живая легенда Пол Энтони Ромеро, и поговорим мы с ним о музыке. И мы поговорим о музыке из «Heroes of Might and Magic». И я пытаюсь дать ответственные ответы, чтобы люди, которые интересны, понимают, про процессы композиции, и специально для «Heroes of Might and Magic» проектов. Но это чуть позже, ведь начну по порядку. Герой — это пошаговая стратегия, то есть есть у меня ход, и я хожу. Хожу по карте это слева, взаимодействую с существами, зданиями, городами, всем, что под руку подвернется. У существ и героев есть определенный запас хода, то есть как далеко я могу идти, и по сути построил что-то в городе, прогулялся, и все, ход закончился. В это время начинается ход другого игрока или компьютера и так далее. Нарвался на враждебных существ или другого игрока — начинается бой. И, в отличие от других игр серии, тут герои непосредственно участвуют в схватках, а не только где-то за углом прячутся. Строим города, избиваем всех несогласных, захватываем источники ресурсов, артефакты и просто кайфуем, потому что есть у игры одно отличие, что выгодно выделяет ее на фоне других стратегий — доступность. Ну как, эта игра мне напоминает шахматы, только лишь потому, что тут надо думать и предсказывать ход оппонента, но тут, из-за тумана войны, который скрывает часть территории, не так-то просто это сделать. Я к тому, что в других стратегиях нужно хоть что-то знать предварительно, перед началом игры, но тут же, после первой партии уже понимаешь, что к чему, и дело в удобстве. На экране карта, если можешь с чем-то взаимодействовать, то курсор изменится, если непонятно что это, то правая кнопка мыши подскажет. Справа вверху мини-карта, показывающая все открытые территории, количество ресурсов, города и герои, состав армии, которой сейчас управляем, и все. И по сути, обо всем игра расскажет, если нажать и узнать, что это, будь то характеристики существа Тарглодит, или предыстория о том, как я нашел зелье сопротивляемости. И во всем так, кроме, конечно, существ в городах. Но, видите ли, зачастую игрок владеет городом в начале, а если нет, то хотя бы захватить может. В них можно строить разные здания, в том числе призывающие существ для армии, но кроме названия существа, никакую информацию о нем получить не получится, кроме как построить и самому посмотреть, а ведь разница есть. Еще один плюс по сравнению с другими играми серии, существ не нужно улучшать. Вот какие они есть, такие и есть, ничего не изменится. Есть существа первого уровня, второго, третьего и четвертого, и, начиная со второго уровня, можно производить только один из двух типов. Например, если я построю утес грифонов, то у меня и будут грифоны в армии, но тогда я не смогу построить лужайку единорогов, так что придется выбирать. И в зависимости от фракции и стиля игры, выбор будет существенным. Точно, фракции. В игре есть шесть рас, и это хаос, который типа анархисты-бунтари, очень религиозная раса жизни, раса порядка, спустившаяся со снежных склонов с полуросликами и гномами, смерть, которая может возвращать убитых к жизни в виде скелетов, природа, которая лучшая в игре имхо, и раса силы, это просто варвары, которые даже магию не признают. Между ними есть определенные взаимодействия, ведь существа жизни и смерти будут плохо уживаться друг с другом, из-за чего получать минус к морали, которая определяет порядок хода в бою, что важно. Цель игры прописана либо в заданиях, либо стандартная, стать единственным игроком, владеющим городами, ну и любить всех, что труднее, чем кажется. И лучшая часть игры, музыка, написанная бессменным композитором серии, но об этом подробнее и чуть позже, а сейчас о самой игре конкретно. Четвертая часть с новым движком, теперь ТД и выглядит здорово. Персонажи, существа, все трехмерные, хоть мир игры все еще 2D, и из этого игра выглядит изометрично, а мне такое нравится. Что-то вроде Юменики, как бы странно это ни звучало, ну то есть, ходим по плоской карте видом сверху, но все объекты видны сбоку, вот так. Но выглядит все равно классно, очень красиво, множество маленьких деталей на хорошо сделанных уровнях, птицы, деревья разные, гор куча видов, земля сама разная, и что важно, влияет на игру. По болотам передвигаться труднее, чем по дороге, поэтому они тратят 2 единицы передвижения вместо одной, но, например, раса хаоса получает бонус при передвижении, у них только полторы единицы теряются. Различные маленькие детали это, конечно, хорошо, но так все еще и анимированы. И как анимированы, сразу видно, что с любовью, вид движений, пусть и немного, но они повсюду. Мельницы крутятся, флаги развиваются, шахты работают. У каждого персонажа и существа, боюсь, анимация для простоя, анимация передвижения во всех плоскостях, атаки, дальнего боя, если стрелять умеет, получение урона, и все это, напомню, в 3D. И знаете что? Даже ведь сейчас хорошо сохранилось это все, смотрится естественно, как ты ожидаешь от этого мира, ну, хотя есть пара вопросов. Варвары очень странно передвигаются, да некоторые портреты героев уж честно смешные. Особенно вот этот, пучеглазый, однозначно мой любимый. Но учитывая, сколько всего происходит на экране, на такое даже внимания не обращаешь. Но особенно удались города, тут без вопросов. Если все остальное просто нарисовано очень классно, то в городах прям сногсшибательно. Каждая скала, каждый камешек и домик нарисован именно там, где ему и место. Здания существ просто бомбезные. На карте их во всей красе не увидишь. Фоны меняются в зависимости от типа земли, где город расположен, и вообще он на поверхности или под землей. В общем, картинка тут сочная, и именно такая, какая и должна быть. По-другому я эту игру даже представить себе бы не мог. Мир, конечно, нужно исследовать, но не все так просто. Ход же ограничен дистанцией передвижения, и игра показывает, куда можно дойти и за сколько ходов. Но вот туман войны добавляет остроты происходящему. Когда нажимаешь кнопку «Следующий ход», невольно нервничаешь, потому что приходится постоянно продумывать, откуда противник может прийти. А это можно узнать, только лишь если открыть достаточной территории. Действовать нужно быстро и точно, но вдумчиво. Ведь отойдя от города далеко, герой с армией может не добежать вовремя до него в случае нападения, или же будет застигнут врасплох. Об информации о существах и противниках есть только кто это такой и примерное количество. Там, свора, мало, дюжины. Приходится прикидывать силы и рисковать перед тем, как делать что-либо. Да и вообще. Все здания в игре строятся за золото, и города сами его производят. Но маловато для большой армии, так что надо бы побегать и поискать золотые шахты, которые, из-за важности своей, зачастую хорошо охраняются. Да и существ просто так не призвать, их покупаем все за то же золото. Исключения составляют существа четвертого уровня, для их покупки надо еще какой-нибудь ресурс. И они тоже добываются, но их ценность различна. Дерево и руда это вот прямо базовые. Лесопилки и рудники чаще стоят где-то недалеко от города. Но вот сера, кристаллы, самоцветы и ртуть придется поискать, да еще и отвоевать. Чтобы купить даже одного черного дракона, которые появляются в городах максимум один в неделю, нужно выложить 8000 золота, еще серу, а город дает только 1000 максимум, так что сидеть на месте смысла нет. Да и копить силы особо не получится, ведь обычные враги периодически становятся сильнее пропорционально в силе армии игрока. Так что нужно действовать очень четко, не получится время потянуть. Кроме того, по карте разбросано много чего. Здания, например, университеты или школы, где герои научат определенному навыку, просто случайно разложенные сокровища, или в зданиях, где за них придется сражаться, например, схрон разбойников или пещера с драконами. И если при огромной армии враги будут просто сдаваться без боя и убегать, то в таких местах битвы не избежать. Различные квестовые здания, где можно получить задание, ворота, куда можно пройти лишь зная пароль, а его мы узнаем в палатке ключника, который еще найди попробуй. Разные источники магии, алтари, порталы, конюшни, все тут есть, но попробуй найди, на это надо время. Заняться есть чем, но вот дела. Противник-то тоже чем-то занят. Поэтому приходится все время быть в напряжении, и это здорово. Каждый уголочек карты хочется, и даже нужно исследовать, посмотреть есть на что, это здорово. Приходится каждый ход планировать, ведь он будет иметь куча еще последствий потом, но особенно напряженно, когда ты видишь оппонента. Вот вы встречаетесь, и начинаются кошки-мышки. Но важно же знать, насколько далеко может уйти противник, а можешь ли ты его догнать, а если у него несколько армий, это развлекающий маневр. Все может быть, и так игра становится невероятно тактической и интересной. Просто бомба. Лично я ощущаю себя каким-нибудь генералом, что сидит в штабе, склонившись над огромной картой с планом боя и покуривает табачок. Города в Героях 4 это очень важный аспект игры. Тут их несомненно меньше, чем было даже в третьей части, но зато сейчас все понятнее, чем было раньше. В каждом городе можно построить различные здания, не только призывающие существ, но и защитные сооружения. Например, форт, цитадель и замок. Без форта нельзя существенно нанимать. Цитадель добавляет ровы улучшенные стены, а замок добавляет башни и прочные ворота. С башен стреляющие бойцы наносят внушительный урон. А если кто-нибудь попадет в ров, то его защита снижается. Да и далеко уйти оттуда сразу не получится. Вот о чем и речь. Это же очевидно, что типа ну из воды-то труднее вылезти, но игра внимания не акцентирует, а если поискать, то найдешь где-то написано. Два здания для создания первого уровня, но это стартовые бойцы, их много. Из них почти всегда, ну кроме природы и смерти, есть лучники. Ну, их много, но они слабые. На втором уровне можно отхватить экземпляры покрепче и поинтереснее, но и стоят для дороже. Для третьего уровня придется еще подготовить город. Ну там, построить аббатство перед тем, как построить монастырь. А на четвертом уровне обитают крепкие мальчики, один из которых может уничтожить бойцов сто первого уровня, так что ценность их неоспорима, а цена кусается. Одно такое здание по золоту стоит почти в два раза дороже цитадели и замка вместе взятых. А про ресурсы я вообще молчу, но оно того стоит. У природы, правда, есть одна особенность в этом плане. Они могут построить портал, через который можно нанимать аж восемь новых видов существ, только через него, что открывает новые просторы и делает эту расу моей любимой во всей игре. Ну видите ли, если у тебя в армии один герой, но мощный, два типа существ первого уровня, один со второго, третьего и четвертого, то есть семи ячеек в армии, одна останется свободной, и ее можно как нельзя лучше заполнить какими-нибудь ребятами из портала. Плюс верфь, если город стоит у реки или моря, позволит строить корабли в абсолютно любых количествах. Тюрьма, где можно содержать побежденных героев оппонента, магазин, где можно взять стартовые артефакты, таверн для найма героев, караван-сарай – это особенное здание. Вместо того, чтобы ходить лично в каждое жилище существ на карте, тратя драгоценные ходы, при наличии в городе караван-сарая, можно просто заказать этих существ прямо в город, да еще и на высокой скорости доставки. А если в нескольких городах есть караван-сарай, то и между городами перемещать можно. Но и это не все, ведь есть башни магии, которые научат героя колдовать заклинания, если он вообще умеет. И чем лучше башня, тем более мощные заклинания это будут. Плюс две библиотеки, хотя это не всегда буквально библиотеки. Скорее здание, временно улучшающее что-то у героя. Конюшня, чтоб скакал дальше, университет, где может навыку научиться, сокровищница, которая будет золото приносить. Разгуляться есть где, и все это для победы, вернее для существ и героев, которыми мы и захватываем новые земли. Но, никому не говорите, держим это в секрете. Есть еще одно здание в городах, очень классное. Построить его можно, если принести в город Граль, после чего для него будет построено специальное место, разное для каждой расы и дающее разные бонусы. Не на каждой карте вообще есть Граль, но если есть, за него стоит побороться. Не просто он дает по 3000 золота в день, но еще и увеличивает прирост существенно на 50%, или усиливает магию существенно, или навык некромантию улучшает. Вот так выглядит город порядка без всего, а так на максимальном уровне. Внушает уважение и нагоняет страх, не меньше. Кто же те самые герои, что есть название игры? Ну, их очень много, но разные у них только портреты и предыстории, а играются они одинаково. Но вот что разное, так это сами их виды. У каждой расы, кроме варваров на старте, есть выбор между магом или бойцом. Магия будет соответствовать расе. Ну, хаос магии хаос владеет. А бойцы будут обладать каким-либо другим навыком, например, за смерть это тактика. Плюс, накопил достаточно опыта, и герой переходит на новый уровень, и можно выбрать один из трех случайных навыков на выбор, чему его научить. Опыт зарабатываем за победы в сражениях, получаем у толкователей снов на карте, или же самое распространенное в сундуках с золотом. Можно забрать золото себе, а можно раздать бедным получить опыт. И по моему опыту скажу, что забирать себе лучше в условиях крайней нехватки. Потому что и на сражениях можно хорошенько опыта получить. Но что еще лучше? Так это то, что навыки можно улучшать, и они со временем будут давать серьезные бонусы. А при взаимодействии друг с другом и новой комбинации, что меняет класс героя? Ну, по сути, класс влияет только на то, какие навыки при новом уровне будут попадаться чаще. Дают, конечно, небольшой бонус к чему-либо, но он незначительный. Сами навыки, вот что важно. Герой на 30 уровне может абсолютно спокойно завалить трех черных драконов, самых сильных для найма существ в игре. А на первом только волшебный кулак накладывать. Есть ратное дело, с ним герой станет сильнее, лучше защищенным даже от магии, так еще и стрелять научится. Тактика дает серьезный бонус армиям, ну там, плюс 50% к атаке, защите и морали. Благородство, каким бы бессмысленным ни казалось раньше, на самом деле очень толковое. Герой приносит золото, ресурсы, может уговорить часть врагов за деньги перейти на свою сторону, но что главное, увеличивает прирост существ в городе в одном. Не по 6 джинов в неделю, а по 11. А чем больше воинов, тем сильнее армия. Мой самый любимый, разведка. Скрытность, конечно, работает только на героя-одиночке, с этим можно незаметно, без столкновений ходить по карте, открывать местность, или же золото собирать. Мореходство увеличивает дистанцию плавания за ход, даже на 200%, но лучшее это следопыт и сама разведка. С разведкой можно узнать точное количество воинов у врага, увеличивается дистанция обзора, так еще и прогноз исхода боя есть. А следопыт увеличивает дистанцию хода, и опять-таки, существенно. Магия порядка нацелена на поддержку своих, прямые ударные заклинания и контроль над врагами, будь то перемещение или же введение в неконтролируемое состояние берсерка. Магия хаоса очень прямолинейна, почти все заклинания наносят урон, либо его увеличивают, там есть сочный армагеддон, попадающий по всем сразу, и цепь молний. Магия жизни сильно поддерживает, оберегает от магии существ, лечит и даже воскрешает, хоть никакого прямого урона. Магия природы нужна, чтобы свои войска лучше защищались, и позволяет призывать на поле боя существ, которые, правда, после сражения исчезнут. Но это может изменить весь ход сражения, уж поверьте. А магия смерти ослабляет врагов, или поднимает мертвых, само собой, на свою сторону. С этим многообразием каждый герой будет особенным, ведь комбинировать навыки и улучшать можно как угодно, лишь бы случайно выпал. Но есть еще один важный аспект в героях, они носят артефакты. Для каждого свое место есть незначительные, те что в магазинах. Но есть легендарный, дающий не просто бонус, а огромный плюс герою. Например, меч богов, который попадается даже не на каждой карте, увеличивает атаку армии на 50%. Или лук короля эльфов позволяет стрелкам стрелять дважды, что значит в два раза больше веселья и урона. Моя любимая раба-стража делает герой неуязвимым для первых трех атак. Горящая стрела, наносящая урон по площади, тут куча артефактов, и почти у каждого есть полезное применение. Не всегда правда. Ну например, если мой варвар даже магией пользоваться не умеет, то зачем ему понадобилась вдруг корона мага? Но в других услугах это мне очень поможет. Артефакты появляются чаще всего случайно, что добавляет очередной уровень глубины в этот слоеный торт. Не только героями воюем, по большей части существами. У каждого свои характеристики, здоровье, наносимый урон, защита, насколько он далеко ходит в бою, насколько далеко на карте, если есть магия, то сколько, мораль и скорость, влияющие на порядок сражения. На это все может повлиять только герой своими навыками, по-другому не получится. Существа есть самые разные. От бесполезных крестьян до царя драконов из дополнения, которого купить нельзя у него тысяча здоровья и огромный урон. Но для сравнения, второе по силе и живучести существо в игре – черный дракон. Всего лишь 400 здоровья, хотя даже по сравнению со скелетами первого уровня, у которых их 8, это нереально много. У каждого есть своя роль, кто-то стреляет отлично, других лучше в защиту выставить, третьих для поддержки, а четвертые пусть колдуют. Всего в игре 74 существа, но я не буду рассказывать про каждого, а лишь кратко про наиболее полезных или примечательных. Копейщики отличны в защите, потому что атакуют с некоторого расстояния, ангелы мощные, воскрешают павших воинов, катапульты наносят нехилый урон по площади, хоть уходят последними. У природы есть эльфы, стреляющие по два раза. Волшебные драконы могут ввести врага в замешательство, из-за чего он ничего не сможет делать. Улей – отличные стрелки, мощные, снижают атаку врага. Гаргантюа, которые вообще монстры с кучей здоровья, стреляют дважды и по площади. Мощные быстрые драконовые големы у порядка, джинны-колдуньи, просто колдуньи – золотые големы, самые сильные второго уровня, идеальны для прикрытия магов и стрелков. У смерти скелеты, плодящиеся в невообразимых количествах, ядовитые твари, лучшие стрелки в игре из-за сильного урона и отравляющему действию. Эти парни, которые телепортируются по всему полю боя, призывают ледяных демонов. Да что там, сами ледяные демоны, способные заморозить кого угодно. У хаоса много полезных ребят. Медузы, превращающие в камень. Они могут даже не убить выстрелом, а просто в камень превратить. Минотавры блокируют атаки, не получая никакого урона. Смешные гидры и мощные черные драконы. Бихолдеры накладывают случайное проклинающее заклинание. У варваров есть берсерки, просто худшие во всей игре, честно. Они просто бегут вперед, их контролировать нельзя, из-за этого мрут пачками. Зато, компенсируется это циклопами, кидающие камни во врагов, и громовыми птицами. Они атакуют не только клювами, но и молниями. И это ведь только мои любимые, но всем можно. А в условиях войны даже нужно найти применение. Дизайн некоторых тоже радует. Элементали все и вампиры только смешные, а остальные выглядят как надо. В бою существа при атаке сразу же получают ответный удар. А исключения составляют только единицы из них. Стрелки же в ответ могут получить пару стрел в лицо, но если кто-то перед ними стоит на линии атаки, то прилетит ему. Плюс, так-то этого не видно, но на самом деле, на поле боя есть невидимая сетка, ее даже включить можно, и всякие случайно расположенные кусты. По ним бойцы не могут ходить, только огибать. А дальнобойные получают штраф при стрельбе через них, как и на больших расстояниях, впрочем. Вот и встает вопрос. Как лучше? Ну, вот, например, сражение. Стреляет у меня только один герой и восемь лучниц. Три грифона запросто долетят до врагов, но там сильные золотые големы и тридцать полуросликов, которых обстреляют. Останусь ждать, закидают камнями, а потом пойдут и по шапке надают. Могу, конечно, выждать, ведь золотые големы медленные, но пока они дойдут, меня уже обстреляют и я потеряю лучниц. Так что же делать? Вместо того, чтобы делать все наобум, я выставил грифонов вперед, начал обстреливать полуросликов и големов, насколько возможно. Плюс, мой друид наложил на часть земли зыбучие пески, которые значительно снижают скорость передвижения. Пока големы шли ко мне, я использовал грифонов как живой щит и контролировал поле зыбучими песками, а мой герой стрелок и эльфийки обстреливали остальных. Как только угроза миновала и врагов осталось немного, в ход пошли грифоны, и битва была выиграна с минимальными потерями, двумя грифонами. А вариантов-то куча, надо учитывать особенности и противники, и мои. Даже поле боя, что генерируется случайно, тоже влияет, да еще как. Вариантов развития событий немерено, но всегда пользоваться чем-то одним нельзя, надо готовиться ко всему. Если я сделал всю ставку на магию, то при встрече с сильным варваром это мне не сыграет никакой роли, потому что он полностью защищен от заклинаний. Вот и получается, что при бездумной игре можно потерять даже очень сильных воинов, но при вдумчивом подходе можно победить и превосходящую армию. Именно в этом заключается прелесть героев, особенно четвертых. Они более стратегические, нежели рпгшные, и мне это нравится, даже очень. Геймплей тут отличный, но что же мы слышим большую часть игры? На карте все объекты издают звуки, и они очень и очень хороши, но по-настоящему ключевую роль тут играет музыка. Именно она приносит ту магическую атмосферу, которая этой серии запомнилась. Где бы ты в игре ни находился, что бы ни делал, всегда музыка создает настрой. Она как невидимый серый кардинал создает то или иное настроение, но что можно сказать наверняка, это то, что вся она великолепна. Вот просто великолепна. В Хайликс 2 и Вандертейл был великолепный саундтрек, но тут дело другое. Все из-за того, что это не альтернативный рок, не эпичные эмоциональные мелодии, а что-то иное, симфоническое и величественное, но не звучащее бомбезно, а скорее, очень тихо как-то, лично даже. Можно было заметить, что во многих фэнтези, фильмах и играх, музыка хороша, но она почти всегда шаблонная. Есть экшен, громко, нет экшена, тихо. Но тут же происходит невероятное смешение и того, и другого, и результатом стал большой, сочный буквально концерт симфония на полтора часа. В городе жизни звучат ангельские мотивы, одновременные, меланхоличные и радостные, с этим великолепным басом на вокале. Город смерти звучит как прямо само зло. Скрипки нарастают, трубы сгущают краски, а под конец, когда в дело вступает барабан, все это звучит, будто бы армия смерти выдвинулась с боевым маршем под уши каждого. В городе порядка все спокойно, тихо, умиротворенно. То, чего ты ожидаешь услышать от расы названный порядок. Но флейта все это меняет, а когда ее поддерживает целый оркестр к концу, то это непередаваемое словами ощущение величия и чего-то вечного, к чему я только так могу прикоснуться. В городах хаоса звучит угрожающий хор девушек, которые своим пением будто бы влекут тебя за собой. Но вместе с трубами и с трудными сразу понятно, что они готовятся к войне. И когда раздается победоносный глаз анархии, то все встает на свои места. Не нужно их судить за вид преступников и анархистов. Они очень решительны и борются за свободный мир. Субтитры создавал DimaTorzok Из всех городов моя любимая это у природы. Начинается как магическая опера с этими нежными струнами на заднем плане, которые будто бы крадутся к тебе из гущи леса, как какой-то волшебный зверек. Затем женский вокал, высокий и очень нежный. Шальное банджо иногда лишь добавляет ощущение единения с природой. Хор поднимает градус в еще выше. И вот вступает мужской бас, и все это великолепие превращается в трогательную повесть природы, которая будто бы кричит и зовет на помощь. Природа, которой люди и пренебрегают. И то, что текст написан на латинском, создает чувство того, что эта песня действительно священна и играет вечность. В лесах, горах. Но лишь прислушаться к ней надо, и тогда ты поразишься ее красоте. Субтитры создавал DimaTorzok Мою девушку на первом прослушивании пробрала до муражек. Она сказала, что так звучит свадьба богов. Что за особенная композиция, а не всякие эти туц-туц-туц. Город силы звучит сразу маршем, с очень четким ощущением ритма, потом превращаясь в монументальный гимн силы, разрастаясь до чего-то толкающего тебя на подвиги. Субтитры создавал DimaTorzok И вот вся музыка в игре такая. На карте тоже звучит великолепно, создает атмосферу очень личного, какого-то даже мистического путешествия в этом странном мире магии. Сами послушайте. Субтитры создавал DimaTorzok Например, снежная, гитара и скрипка, будто бы у костра сидишь посреди вьюги. Подземная, вся такая злая, опасная, тут тебе не рады, на каждом углу подстерегает опасность. Во время плавания играет лучшая для этого композиция. Закрываю глаза, и вот, я уже на носу корабля с кружкой чая, отправляюсь исследовать новые горизонты. Но самое мое любимое, это вулканическое. Вот, самое-самое любимое. Она начинается очень тихо, крадется на тебя, как если бы я стоял посреди разрушенной в пожаре деревни. Все выжжено. И тут, я замечаю посреди обломков маленький, но очень красивый цветочек, и это чудо. Очень спокойная и грустная, она все время растет и растет, но сама музыка, не громкость, и срывается в нечто нереально драматичное, аж до слез, и это не шутка. Субтитры создавал DimaTorzok Музыка боя, это уже другое дело. Тут все четко, есть барабаны, они играют важную роль, бас создает ритм, от чего сразу напрягаешься, думаешь, просчитываешь ходы. Особенно мне понравилась вторая, с какими-то египетскими мотивами, но, как оказалось, вдохновленная Лайзи Минель. Но откуда я это узнал? Спросил у композитора, что написал всю музыку ко всем играм серии. Написал Полу Ромеро. Это оказался наиприятнейший собеседник, очень вежливый и добрый, который согласился ответить на несколько вопросов, связанных с музыкой в игре, за что ему огромное спасибо. Первый вопрос у меня был такой же, какой задавал еще Чаку Соломону. Это откуда боролось вдохновение при написании музыки к игре? Ведь зная это, можно точно понять, какого звука добивался композитор и почему. В «Херос 4» мы вернули в хоя. Я видел Лос-Анджелес гей-минз хоя sing, также «Вокс Фемина», которая является Лос-Анджелес гей-минз хоя. So, there's a lot of inclusion in «Херос 4». Мы также had Michael Connor, who's a Black and African-American theatrical and classical singer. И, towards the end of «Херос 4», мы были утром, и мы needed to do some quick music, like the sea themes and stuff that has a lot of Celtic influence. So, we bought a Celtic library and we used a lot of the sounds from the Celtic library, which a lot of composers also did at the same time. So, there's some of the tunes from «Херос 4» that people always have questioned. Me and other composers, why do they sound so similar? And the reason is is because this Celtic library came out and it was so good and it's very easy to use. You know, you download some of the pre-recorded instruments that are actually plain. So, it's like a mosaic. You take a little bit of sound from this sample from the library, maybe this one that's two seconds long, another part that's three seconds long, and you can layer them together and they sound beautiful and it adds a wonderful flavor and it really saved us a lot of time. Libraries are used for composers to save them time because they have pre-recorded little passages. I try to almost never, never use a library. So, almost everything you hear that I compose, I am the one playing or I am the one who wrote every note for an orchestra to play. So, I don't like to use the quick way out and just push a button and have all this pre-recorded orchestral passages playing. There's a lot of soundtracks who do that where you literally just push one note on the keyboard and everything is pre-recorded and you just hold that note for a long time but then you add another note. So, it sounds fantastic but it's not composition. What it is, it's more like what a DJ does. You're just taking somebody else's pre-recorded sound and you're just layering them on top of each other. So, there's a big difference between music producing or a producer who is not using a composer because they're just putting together pre-recorded music and then, you know, trying to have a beginning, a middle and an end and then as opposed to what I do. I'm the old-fashioned guy that like writes down the notes and, you know, that's been my life since I was three years old. Написать такое количество музыки очень трудно, да еще и сделать так, чтобы она звучала отлично. Но, какую же было труднее всего записывать? Heroes 3 The Tower And that is because I didn't use what's what we call a click track. So, it literally you select the beat per minute, the BPM that you want to record the music. Most composers use a click track because it's very easy to keep the rhythm steady and the problem with that is when you use a click track there is no slowing down or speeding up. You have to stay exactly on rhythm which for me sounds very mechanical because in real life meaning that naturally when you're performing with an orchestra it speeds up or slows down. So, for the Tower theme I was basing the Tower theme on the Rachmaninoff symphonic dances the second movement and has a lot of what we call ebb and flow meaning like a river sometimes it's the river goes faster sometimes the water slows down so you get this rhythm of nature. so I wanted to replicate this naturalistic feeling which when you're dealing with having to record it's like having a hundred people following you let's say you're running on stage and you run very fast and everybody's running fast with you and then you decide to slow down and then you have to get a hundred people to be exactly with you at the right precise moment so it's very difficult to record without a metronome because for me I record each each instrument individually so each time I added an instrument I have to remember how I did the performance that's a very difficult for the tower it has a very natural rhythm speeds up and it slows down and it sounds like a real orchestral performance and that's because there is no click track and also we were using a string library that had a lot of natural echo on it it has a lot of echo which means it's very hard to tell exactly where the note ends and begins but I love that piece I love playing this music live and I like the melody very much у каждого композитора есть своя любимая композиция но какая же это у Пола Ромеро so I think my favorite would be the Academy of Honor it's it's both sad and happy and it starts off small and very very hummable but then it gets operatic there's a Celtic there's a Celtic harmonic language that makes you feel and kind of medieval as well kind of makes you feel happy and sad at the same time the song was influenced by my childhood TV show my favorite show called Gilligan's Island every day after school when we would come home from school maybe when I was in the second grade third grade we would watch this TV show called Gilligan's Island and the theme song that begins the show is the chords of the Academy are very similar everywhere in the internet where I was looking for it's written that there are three actors Paul Romero Rob King and Steve Bacca and even in the old edition of the show of the game of the game of the game said that the music is written Rob King but who from the team answered so Rob King is the music producer so I would go to his studio and he had the keyboard and the computer so he would tell me what the company needs for this game or that game or this part of the game and I would sit there at the piano and start to improvise and he would tell me yes that's something like that it sounds good Steve Bacca was his roommate and he was a guitarist and he would he was working on like sound effects and stuff sometimes he would play the guitar along with some of the tracks and he would add some guitar parts and then if I didn't have time to do some of the little tiny pieces he would just do them himself I mean but those are the little pieces of music that last for like 10 seconds or 15 seconds so I was a composer Rob was the music director and producer and the sound guy he also recorded all the voices and all the sound he did all the creature effects and everything and then he has to put all the sounds together and then Steve would you know occasionally add a a a a a some of the guitar stuff As I said my most favorite composition is the volcanic name it's called Valhalla but how how did it create such melancholic and dramatic sound one one two three one two three one two three one two three this type of accompaniment is very Schubertian from like Franz Schubert he uses this pattern a lot in his songs it's a it's a beautiful pattern that many 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 composers through many centuries have used and so when you do triplets they go up one da 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 Bach used it Mozart kind of used it Beethoven used it in the Moonlight Sonata anyway so to have a calming effect I wanted to use it and also you when you move the harmony one note at a time in the orchestration you cause the tension to be hidden underneath the ground so it doesn't it doesn't feel disruptive so it's like you're moving but moving very calmly there's tremolos in the strings only on third and fourth beat each every other time so it'd be like one two three tremolo tremolo this gives you a feeling of relaxation on the first and second beat something like one two nervous nervous one two nervous nervous a very good point of inspiration on how the structure of this works is the twist on and is old overture by Richard Wagner from the twist on and is old opera and and also wanted to know the story of the music to this series of the first и до седьмой части. Каков был творческий процесс? Это было очень много времени назад, поэтому мы решили не переехать на медиевую или ренессансную музыку, потому что у нас не было достаточно инструмента, не было достаточно деталей, и мы не хотели сделать романтику 19-центра, потому что это слишком близко к нашему времени, поэтому мы думали, что Бароке было бы идеально для музыки. But as the games went on, like with Heroes 2, me and my producer, Rob King, went to a slightly different direction. We went to neoclassical with a Baroque infusion, and then we would add things like saxophone. So we decided, oh, why not some opera? So the second installment is a lot of patchwork, meaning that I had my friend's choir sing, that's a female choir. So Heroes 3 came along, and at that time, all of my opera singer friends were now living in New York City, so I didn't have access to opera singers during Heroes 3. That's why there is no opera, that was a huge score, that's about 2 hours and 50 minutes, which would be equivalent to about 1, 2, 3, 4, about almost, I would say about 5 symphonies. So you can imagine Beethoven's symphonies, number 1, 2, 3, 4, 5, could be around the same length. There's a lot of inspiration, and most of it, it is from the heavier works of Shostakovich and Pogofiev, and also the Tribes of the East has a heavy Armenian influence. Since it was Tribes of the East, I wanted to use a sound palette from somewhere east that wasn't Chinese or something like that. So I delved into the music of Armenia and the orchestrations of some of the great Armenian composers, and tried to get in a Far East feel, very Far East, without it being specifically Chinese or Japanese sounding, something a little more exotic. Heroes 6 was, oh, they gave me free reign, they go, do whatever you want, so I went from A to Z. I went from piano concerto styles to Baroque. On the Heroes 6, I tried to do a really canopy of musical styles that maybe are within a 300-year window. So that one is, that was like a little box of chocolates. Each one was a completely different chocolate from each other. There was no relation to each other in that soundtrack. So that one was fun for me, because each little piece is its own style and its own influence. And then finally, Hero 7, the music I did for Hero 7. That one also, we went crazy. I used, I think, three different languages. I went back to the opera. I didn't want to, at that point, I'd already used Persian, Armenian. I'd used some Greek before, Greek in Hero 6. I've used Latin, German, a little bit of French. I've done some where I've actually made up the language. But in Hero 7, the language is Gowlish and Armenian. So I would say the quality of Heroes 7 is probably my best from a composer point of view. And technically, the music is very much better than, I think, most of the other games. But it doesn't mean that people like it better, because it just, obviously, it depends on the game. And nobody really liked it. Nobody seemed to play or like Hero 7, but just strictly the music, if you separate the music from everything, of all the games, I would probably use the music of Hero 7. Yeah, that's, that's what I can tell you. Герой Меча и Магия – это особенная игра для меня лично. И, я надеюсь, объяснил почему. Единственное, это сюжет, в него я не углублялся, но дело вот в чем. Весь старый мир был уничтожен, и народы начали осваивать новый, чистый мир. Так что, для понимания происходящего, не нужно играть в предыдущие игры серии. И это плюс. А вот единственный минус, что я вообще могу найти в игре – это сама подача сюжета. Чаще всего большим текстом. Но, это скорее замечание, нежели прямо минус. Красивая картинка, напряженный, глубокий, но простой в освоении геймплей. Потрясающий монументальный симфонический саундтрек – тут есть все. А с редактором карт можно всегда создать свое собственное приключение. Из-за чего я поставлю героям Меча и Магии 9 с половиной из 10. Не игра, а шедевр, честно. И еще раз спасибо Полу Ромеро за создание этой великолепно красивой музыки. Спасибо вам за просмотр, эта игра много для меня значит. А на сегодня у меня все. Но ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. У нас тут много всего веселого будет выходить, да. У нас тут ядовитые твари плюются, новые тактики придумываются, а я заканчиваю на этом. Субтитры подогнал «Симон»